Всем привет! Сегодня расскажу о некоторых нюансах резьбы, вот таких вот миниатюр, миниатюр такого стиля. Буду показывать на примере этой шкатулки. Сразу говорю, что все сказанное мной, это мое мнение, основанное в моем опыте, поэтому не надо писать в комментариях, какой уходит человек. Если с чем-то конкретно вы не согласны, пишите свое видение. Итак, начнем. Есть шкатулка, на ней нанесен рисунок, и рисунки бывают немного разные. И то, что я сегодня буду говорить, это касается именно абстрактных таких шкатулок, ну и миниатюр, которые не имеют никакого сюжета, то есть просто картинка. То есть, например, последнюю шкатулку, которую я резал, тут можно сказать больше трех слов о том, что на ней. О такой шкатулке и о любых подобных, можно сказать, ну максимум, сидят птицы, все. Тут нет никакого действия, ничего. Это просто абстрактное изображение, абстрактная картинка. Такие абстрактные картинки, как правило, состоят, ну вот, именно вот в этом стиле, которым я режу, состоят из трех, так сказать, слоев. Это самый верхний слой, который, по идее, должен наиболее сильно возвышаться над остальным изображением. То есть, в данном случае это птицы и желуди. То есть, они находятся на переднем плане. Есть задний план, это листья всевозможные. И есть самый дальний план, я выбираю именно пустой фон, чтобы изображение возвышалось над ним. Итак, и, собственно говоря, к нюансам. Первый план, по идее, должен быть выше второго, то есть листьев. Птицы должны быть выше листьев. Но не стоит полностью, скажем, выделять птиц и желуди, то есть надрезать их и полностью снимать все листья. Потому что так, во-первых, может потеряться само изображение, то есть все линии уйдут назад. Или это просто лишняя работа. Этого не нужно делать по факту. То есть, вот, например, возьмем тут. Не надо полностью убирать листок, чтобы он был сзади. Достаточно просто обвести, например, контур крыла птицы. И надрезать, и надрезать лист. И надрезать лист именно у контура. То есть, получается, что верх листа, ту часть, которая находится максимально далеко от птицы, от первого плана, мы не трогаем. То есть, не делаем лишнюю работу. Но при этом выглядит лист, как будто он находится уже за птицей. И я рекомендую сначала не наносить уже именно на листок тот узор, который мы... Ну, то есть, не резать этот листок, а сначала прорезать таким же образом все находящиеся объекты около листа, также граничащиеся с первым планом, с птицей. То есть, в данном случае, вот этот вот второй листок. Потому что между собой эти листы также соприкасаются. И видно, что вот этот листок должен находиться выше, чем этот. Тут мы работаем по такому же сценарию. Мы не углубляем весь вот этот вот листок, который находится дальше этого. Мы его не углубляем. Мы просто делаем вот в этом месте, в месте границы, еще небольшой надрез. Еще немного убираем в этом месте, чтобы он визуально находился ниже первого вот этого листа. И, собственно говоря, то же самое мы делаем с птицей. Надрезаем ее по контуру. Надрезали по контуру. Теперь убираем часть, соприкасающуюся с птицей. Так, мы убрали лишнее. Теперь мы видим, что листок... Вот, мы визуально убрали этот лист за птицу, но он начал сливаться со вторым листом. А по идее, второй лист должен находиться за ним. То есть, мы еще подрезаем немножко этот листок. Убираем его, так сказать, внутрь. Теперь мы видим, планы соблюдены. Птица на первом плане и два листка за ней. Листы накладываются друг на друга, как и должно быть. При этом мы не убирали полностью листы, а только подрезали их под птицу. И, соответственно, с листами. Один листок подрезали под другой. Теперь уже можно наносить непосредственно рисунок на сами листы. Потому что они уже грамотно расположены относительно других объектов. Также мы видим, что с ними больше ничего не граничит. То есть, их можно смело резать. Мы сделали лист. И подправили контуры. То есть, чтобы там не торчало никаких опилок. Ну, то есть, никаких торчащих кусочков дерева не было. Мы подправили контуры. Все как были, готово. Переходим к второму. Переходим к второму. Все, лист сделали, отправили контуры. Как мы видим, контуры поправлены, листы готовы и они правильно располагаются. При этом их конечки, их концы, они идут на уровне с птицей, но так как они уходят внутрь птицы к своим истокам, так сказать, выглядит это все правильно. То есть мы не делали лишнюю работу, но правильно выстроили слои. Теперь поговорим о вот таких вот участках фона, которые по идее должны быть на уровне полностью выбранного фона, как с боков. Есть вот участок, который я уже выбрал, и вот именно эти участки, это, в общем-то, самое сложное в работе. Выбрать их аккуратно, чтобы визуально они были на одном уровне относительно фона. Сразу хочу сказать, если идеально у вас выбрать их не получилось, то есть это довольно сложно, подлазить в такие участки ножом и вырезать их, чтобы они были ровными. Нормально, что у вас там будут какие-то небольшие сколы, какие-то маленькие трещинки и дефекты. Во-первых, всегда можно убрать их бурмашинкой, но если нет бурмашинки, можно убрать их обычной шкуркой. Отрезать тоненькую полоску, примотать ее к стержню ручки и аккуратненько подлезть и пошкурить там все. Но даже если у вас все равно там есть небольшие дефекты, это не страшно, потому что когда работа будет готова и будет покрыта тоном, морилкой, любого цвета после морилки работу надо будет прошкурить сверху, чтобы передний план был визуально светлее, чем задний. То есть эти места останутся темными и не будет видно никаких серьезных, так сказать, дефектов. Но если вы не собираетесь морить работу, давать ей какой-то тон, то тогда нужно действительно все вот эти места хорошо вышкуривать или аккуратно резать. Ничего особенного в резьбе, таких мест нету. Просто обводим по контуру и начинаем выбирать фон. Еще такой нюанс. Если отрезок, если вот эта часть, которая по идее должна быть на уровне фона, находится довольно далеко от других частей фона, то ее можно делать чуть-чуть выше, чем фон. Так как это небольшой разницы в миллиметр, ее не будет видно. Если же вы не уверены в себе, что у вас порой получится аккуратно выбрать такие места, то лучше их попросту не делать. То есть подбирать так, чтобы листы, например, листы, неважно, что у вас будет на фоне, ложились друг на друга и полностью перекрывали все такие места. Но наличие этих мест делает работу, во-первых, сложнее, а во-вторых, она будет выглядеть намного симпатичнее, намного качественнее. Делается все банально. Надрезается, выбирается. После чего снова надрезается, снова выбирается. И так, пока вы не достигнете нужного результата. Хочу сказать, что если вы начали выбирать фон, но видно, что кусочки дерева, вот, например, вот этот вот, держатся за стенки, не надо их выливать. Надо надрезать еще раз, и они сами выпадают. Если вы будете выливать, вы просто повредите изображение. И так, пока вы будете выливать. И так, пока вы будете выливать. И так, теперь скажу небольшую хитрость именно в резьбе таких мест. Если эти участки не ограничат с объектами первого плана, то можно, и вам хочется убрать их чуть поглубже, чем вот, например, есть вот сейчас, можно немножко убрать слой с объектов, находящихся рядом с ними. То есть, мы, например, вот листочек убираем слой. Убрали немножко листочек внутрь, и теперь нам легче дотянуться до нижнего слоя. То есть, вокруг убираем все, повторяюсь, не заходя на объекты переднего плана. Теперь, когда мы это сделали, резать этот участок, будет намного проще. Но убирать вот так. Но убирать слой с листов надо так, чтобы потом вы смогли восстановить рисунок. На самих листах, то, что они будут убраны чуть-чуть внутрь в этих местах, плохо это никак не скажется. Но на удобство резьбы это очень сильно влияет. Убирать! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...